Так, мы по-прежнему говорим про оценку качества, но теперь сценарий совершенно другой. Теперь мы не сидим в офисе и не пытаемся сделать Яндекс лучше просто так. Мы на самом деле смотрим на онлайн сценарий, когда пользователи реально пользуются Яндексом, Гуглом, Бингом или еще чем-то. Пользователи пользуются, пользователи что-то делают, кликают, мышку двигают и так далее. И вот из этого будем пытаться понимать, насколько хорошо работает поиск. Начнем, собственно, с этого самого онлайн эвалюэйшн. Там будет три темы. Во-первых, нам по-прежнему нужны метрики. Нам надо смотреть, что же может определить качество страницы, качество результата. И потом будет два типа экспериментов. Between subject и within subject. Это онлайн способы оценить качество поиска в онлайне. Так, онлайн метрики. Ну, собственно, вопрос. А что из поведения пользователей мы можем считать как показатели качества? Ну, вот мы уже говорили, что переходы на другую поисковую систему. Да, явно говорят о том, что если переходы есть, значит не очень хорошо. О чем мы еще говорили? Там нажатие на переход на вторую страницу с результатами, на третью. Не очень понятно, как интерпретировать, но можно попробовать. Что еще можно использовать? Время какое? Время, проведенное на странице. А что оно показывает? Значит, пользователь заинтересовался, значит, он изучает слова. И, наверное, это не важно. Да, обычно действительно так и интерпретируют. Если время, проведенное на странице большое, то это, наверное, хорошо. Лучше, чем когда мало. У нас страницы, на какого он перешел, по ссылке? Или на странице, по ссылке? А оба. На самом деле и то, и другое записывают. И время, проведенное на выдаче, и время, проведенное на странице, когда мы нажали на ссылочку и пошли… Если он перешел по ссылке, то он получил настолько релевантный ответ, что у него была задача, но он будет… Да, ну, собственно, я могу в самом начале сказать, что вот все, что мы сейчас будем обсуждать, у этого всего есть всегда две интерпретации. Кто-то может сказать, что много кликов – это хорошо, но всегда есть примеры, когда много кликов – это плохо. Ну, вы, наверное, прекрасно можете придумать пример, когда вы ищете, тыкаетесь в разные результаты и ничего не находите. Кликов вы сделали много, толку мало. Хотя в среднем поисковики считают, что много кликов – это хорошо. То же самое со временем. Даже время, проведенное на странице, при текущих поисковиках, вы можете сказать «погода в Питере», посмотреть на результат и уйти. Вы не сделали ни клика, вы провели очень мало времени, тем не менее, вы счастливы. Ну, вы довольны результатами. Погода вы можете быть недовольными, да. Это изначально проблема. Если мы будем говорить о том, что хорошо, что плохо, то вот это проблема, потому что интерпретаций много. Ну, давайте, значит, посмотрим. Здесь я разбил на три типа. На самом деле, можно что-то придумать еще. Но, в общем, пользовательское поведение можно разбить на три типа. Например, то, как пользователи кликают, то, сколько времени они где-то проводят, и как они отправляют запросы. Конечно, можно смотреть на то, как пользователи используют мышку, как они прокручивают страницу. И это, вообще говоря, только про, скажем, десктопы. А если мы говорим про мобильные устройства, то, вообще говоря, там что-то совсем другое. Но пока будем говорить про стандартный поиск на десктопах. Не обязательно веб-поиск, ну, какой-то поиск. Да, пожалуйста. Прошу, прощения, не услышал. Запрос — это просто запрос, что мы вбиваем в поисковик. Ну, просто вот сейчас по очереди посмотрим. На что можно смотреть в кликах? Ну, в кликах можно смотреть на количество. Это называется click-through-rate. Это количество, поделенное на количество показов. Скажем, если документ был показан сто раз, и на него кликнули десять, ну, вот будет одна десятая. Чем так? Ранг кликнутого документа или reciprocal rank кликнутого документа — это один поделить на ранг. И такая штука, как abandonment, то есть наличие и отсутствие клика. Abandonment — это когда не было клика. То есть пользователь ввел запрос, не кликнул — ушел. Значит, ну, мы уже поняли, что клик-through-рейт чем выше, тем лучше. Здесь я буду обозначать, в каком направлении нам хочется двигаться, что нам хочется оптимизировать. Обычно CTR, они… Все стараются их увеличить, да, чтобы CTR был выше. Что? Ну, в рекламе особенно, конечно. Но и в поиске это… Ну, эта метрика становится все менее и менее важной из-за того, что поиск эволюционирует в сторону меньшего количества кликов, в общем-то. Но если мы говорим о поиске вообще, не веб-поиске, скажем, поиске, не знаю, в библиотеке и так далее, то, наверное, это полезная метрика. Значит, с рангом клика что лучше? Выше, ниже? Ну, то есть, чем выше позиция, то есть, чем ниже ранг, чем меньше ранг, один-два, тем лучше, да? То есть, ранг должен уменьшаться, ранг кликнутого, потому что один меньше, чем десять, да? Соответственно, ранг кликнутого документа нам хочется уменьшать, а количество сессий, поисковых сессий без кликов, что нам с ними хочется делать? Ну, в общем, да, стандартно мы хотим их уменьшать, но теперь люди стараются разделять good abandonment и bad abandonment. Bad – это когда мы просто не нашли и ушли без клика, а good – это как раз вот мы посмотрели на сводку погоды, мы расстроились по поводу сводки, но мы порадовались результатом, и тогда нам хочется вот такие, нам хочется повышать. Но вот тут сложно, там можно попробовать натренировать классификаторы, которые разделяют. Я думаю, что сейчас просто смотреть на abandonment довольно сложно, потому что очень часто появляются карточки с ответами. И в этих случаях люди стараются уже смотреть, а какой это был abandonment, хороший или плохой. И если это был плохой, ну, надо что-то исправлять. Но мы реально сказать этого не можем. Мы только можем построить некую модель, обучить ее, которая разделяет, да, на хороший и на плохой. Хорошо, со временем. Время, мы говорили про время пребывания на странице, мы говорили про время, которое мы читаем результаты. Время, которое мы читаем результаты, называется dwell time. Вот мы нажали на результат, пошли его читать и вернулись. И вот время между нажатием и возвращением – это dwell time. это очень сильный такой сигнал. Что нам хочется с ним? Больше, меньше? Шарики пришли. Так, еще раз. Меньше, больше. А почему больше, почему меньше? Ну, dwell time – это время, проведенное на результате уже. Вот мы кликнули и пошли читать. Чем больше он провел время, тем более интереснее. Ну вот, да. То есть обычно такая… Обычно считают, что чем дольше мы читаем, тем лучше, тем нам больше нравится. Но, конечно, легко придумать случай, когда это не так. Просто все сразу написано в первом параграфе, и мы провели там 5 секунд. На самом деле… Да, он не вернется уже, по идее. Да, он не вернется, по идее. Он закончит поисковую сессию. Ну, закончит поисковую сессию. Мы все равно можем, если наш браузер, мы можем померить, сколько времени прошло. Если браузера нет или тулбара, мы не можем, конечно. Ну, в общем, да, dwell time мы хотим повышать. Мы хотим показывать такие документы, на которых пользователь много времени проводит, по сравнению с теми, на которых мало. Дальше две такие штуки. Время до первого клика, время до последнего клика. Что мы делаем с временем до первого клика? Что нам? Уменьшить. Ну, конечно, мы хотим уменьшить. Мы хотим, чтобы пользователь сразу что-то ему понравилось, он сразу кликнул. А это, собственно, примерно время, проведенное на странице с результатами. Его мы хотим увеличить. Чем это называется в том числе engagement. Что пользователю понравилось, ему он кликал, кликал, ходил куда-то на страницу, возвращался, хотим подольше, чтобы он это делал. С запросами, вот то, что я тут показываю, это только выборочно. Их, конечно, значительно-значительно больше. Их там тысячи. Люди в Яндексе, в Гугле сидят и каждый день придумывают, а что мы еще можем померить, вот то, что пользователь делает. Их, конечно, очень-очень много. Они очень коррелируют друг с другом, но тем не менее. Это для примера. Запросы. Что можно с запросами? Ну, можно почитать количество переформулировок. Я написал Амстердам, потом написал Амстердам картинки, потом Амстердам отель. В этом случае, на самом деле, переформулировки, они довольно хорошие. И чем больше, тем, может, и лучше. Но в среднем считается, что если я переформулирую, значит, я не смог найти с первого раза. Соответственно, количество переформулировок обычно хотят уменьшить. Да, пожалуйста. Да, это прекрасно для query suggestion, не для поиска. То есть, значит, команда, которая предоставляет эти подсказки, она работает хорошо. А команда, которая предоставляет поиск, возможно, нет. В общем, да. Но это как раз показатель того, что у всего есть две стороны. Можно всегда считать, что переформулировки иногда это хорошо, иногда это плохо. В среднем считается, что большое количество переформулировок плохо. Но, конечно, да, часто это хорошо тоже. Количество запросов без кликов, конечно, ну, очевидно, мы тоже хотим уменьшить. Мы хотим, опять же, в современных системах это может быть не так, особенно в системах веб-поиска. Если мы говорим про какие-то другие системы поиска, системы поиска книг, то там точно нам хочется кликов, потому что, ну, книги не почитаешь в результатах, да, в любом случае. Ну, вот, собственно, это примерно то, на что мы хотим смотреть. На самом деле, мы можем смотреть очень на много чего еще, но, например, на это. Прекрасно. Значит, теперь мы должны, собственно, как-то посчитать, что лучше, что хуже, если у нас две системы есть. Я тоже спрашиваю, что со временем мы предлагаем на суду-поиска, где там есть системы, которые... То есть, когда мы с вами на сайте, что это суду-поиска, а документы, когда я там, если в том ценафе, я все-таки анализирую, я долго считаю как нет. То есть, я тоже, что-то считать сегментарты, деление, там, собственно, одновременные, изображения, мы изучаем, что они другие, а у вас больше кто-то из которых нет, где тоже это будет или нет, если кто-то смеется, я думаю, что вы уже используете сегментарты, вы уже знаете, что это не для этого. и причин для смещения очень много. Например, вообще говоря, клики, куда они смещены? Вверх, конечно. Пользователь кликает на первый документ, независимо от того, что там показывают в среднем. 90% пользователей просто кликают на первый документ. Они очень смещены наверх. Время, конечно, очень сильно зависит от пользователя. Время зависит от количества кликов. Скажем, если это первый документ, который я читаю, может быть, я дольше читаю. Если это третий, который я читаю, может быть, я меньше читаю. Есть целое подразделение, такой раздел науки в информационном поиске, который занимается вот этими смещениями, пытается убрать смещения из всех вот этих сигналов. Я, собственно, последние два года занимаюсь кликами, и убираю смещение из кликов. Это вот ровно то, чем я занимаюсь все вот это время. И последняя наша работа именно про смещение во времени. Мы говорим, что, да, время может зависеть от много чего. Мы называем это контекстом. Мы обучаем этот контекст из истории и пытаемся смещение как бы в одну компоненту убрать, а чистый сигнал в другую. Ну что, конечно, нейронные сети. Мы обучаем нейронные сети, чтобы убрать смещение. Что? Какие нейронные сети? С long-short-term memory просто они обычные никакие. Мы можем в оффлайне поговорить. Да, это буквально… Эту работу мы представили в ПИЗе на конференции CIG-IR. Получила даже Best Student Paper Award, чем мы очень гордимся. Ну, то есть студент очень гордится, который я написал. Про это мы в ноябре немножко поговорим. Так что приходите, поговорим. Вот, уже две проблемы мы определили. Я хотел про них в конце поговорить. Ну, окей, ну, проблемы есть, безусловно. Так, теперь мы готовы к тому, чтобы эксперименты проводить. Мы знаем, чего мы хотим мерить. Теперь вопрос, как мы это будем мерить. Ну, первый тип эксперимента, наверное, много кто знает. Да, это AB-тестирование. В AB-тестировании у нас есть контрольная группа и группа… Как это по-русски? Как-нибудь это перевод? В литературе как-нибудь это называется? В общем, пока будем называть контроль и тритмент. И что происходит? Мы берем наших пользователей. Мы берем обычно небольшой процент наших пользователей, скажем, 1%, и делим между ними контроль и тритмент. Полпроцента всегда видят контрол, и полпроцента всегда видят тритмент, причем это hard assignment, то есть одни и те же пользователи видят одну и ту же модификацию системы. Они не перемешиваются. Дальше что мы делаем? Ну, мы показываем одним одно, они где-то кликают, показываем другим другое, они тоже где-то кликают, они проводят время, они делают переформулировки, в общем, они делают все то, о чем мы только что говорили. Мы это все записываем, очень много раз все это делаем, 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 скажем, неделю обычно мы это показываем, две недели, зависит от экспериментов, и мы поговорим про статистическую значимость в конце. То есть мы ждем, пока появится статистическая значимость в результатах, и мы сможем точно сказать, что лучше, право или лево. Ну и дальше, собственно, в данном случае мы считаем, что вот контрол выиграл, если он выигрывает почти всегда, ну, контрол лучше. В текстовом описании это вот все то же самое, просто текстом. Вот и все, вот такой метод. В чем его плюсы? Если говорить, мы не говорим сейчас, не сравниваем оффлайн и онлайн, мы просто говорим про онлайн. У нас есть работающая система, и мы запускаем АБ эксперименты. АБ эксперименты. Ну, что хорошо? Быстро посчитать. Быстро что? Ну, да. Скорость расчет, просто одна. Клики, да, мы можем посчитать быстро, но результат, на самом деле, получить достоверный результат, это не быстро. Нам же, вот мы увидели один раз, что на контрол кликнули два раза, на тритмент крик... Просто посчитать. Зами эксперименты, а не длительные, да, прочитать. Да, да, ну, конечно, в принципе, да, это такая штука, ее очень легко провести, легко посчитать какие-то метрики, ну, простая, в общем, да. Что-нибудь еще? Ну, Можно объяснять, если вы не будете. Ну, да, да, конечно, вот есть одна, есть другая, очевидно, по разным онлайн-метрикам, вот это там, скажем, лучше. Ну, на самом деле, для нас, не знаю, для продакшена, для исследователей, очень важно то, что вообще любую модификацию можно так померить. Хоть мы изменили цвет сниппета, хоть мы поменяли алгоритм ранжирования, хоть мы, не знаю, уменьшили количество результатов с 10 до 5, мы можем что угодно так померить, да. Это очень-очень гибкий метод. Это раз, а два, это то, что мы можем мерить что угодно. Мы можем мерить время, мы можем мерить клики, переформулировки, мышку, просто потому, что у нас есть полные результаты для каждой из систем. Меряем, что хотим. Очень-очень удобно. С другой стороны, из недостатков как раз проблема в том, что вообще-то пользователи разные. То есть полпроцента и полпроцента, они отличаются. Может быть, в одни полпроцента попали пользователи, которые много кликают, а в другие попали, кто мало кликает. Ну, конечно, если вы разумно делаете разбиение, то в среднем, там, среднее что-то очень похожее, но тем не менее, так как пользователи разные, и там отклонение довольно большое, разброс среди пользователей, то вообще говоря, обе-тестировании, оно не очень точное, надо очень долго ждать, надо набрать очень много данных, чтобы сделать какие-то разумные выводы. То есть, я нормирую последние, вначале, контрольная с контролем и нормирую последние вещества клика, например. Да, но оно тогда будет смещено в сторону контрольной группы, правильно? Если мы нормируем по контрольной группе, нет? Ну, в смысле, я имею в виду, мы показываем контроль всем, да, а потом меняем… Потом мы половине меняем. Не, ну окей, ну… Да, может быть. Тем не менее, понятно, что если мы показали сегодня контроль всем, а через неделю показали две разные системы, даже время влияет на то, что пользователи ведут себя по-разному, да? Ну, вообще интересная идея, я не знаю, честно говоря. должен быть при смене системы переобучаться, так он приводит так, а дает у того по-другому. Нет, ну просто, если там всего лишь изменили какие-то внутренние вещи, которые, как вы говорили, на внешние виды и вершки, то, конечно. А если там изменился смена, то переучатся. Ну, ну да, да, безусловно. Ну, можно дать на это там пару дней, да. Короче, это довольно долго, да, там вопрос. Я могу сказать, что просто вот это, они появляются внутри этой аудитории. А что если, то есть, там всегда тридцатегритивно выбираются пользователи спередренного классика, который там делают центры, где у нас там все пользователи как-то несподелены, что мы знаем культивения. А что есть у нас в культуре, которые там категорически не пользуются, наше очень основное, и они стали пользоваться, но таким пользоваться на них проводят, а пусть сегодня не проводят. Если мы не проводим на них, то получается у нас очень пугает, что мы все время сходим в своей аудитории и разговаривали. Нет, конечно, технических проблем довольно много. И вопрос, как разбить пользователей, как этих пользователей найти, это большой вопрос. Исследователи этим занимаются, но есть ощущение, что если, скажем, поисковик достаточно большой, и мы просто делаем случайную выборку по, я не знаю, по миллиону пользователей, даже 1% пользователей Яндекса, это, наверное, больше 1 миллиона. И есть ощущение, что все равно там в среднем все будет окей. Но для меньших систем это сложность, надо аккуратно это делать, надо, не знаю, как-то собирать данные о пользователях, пытаться просто хотя бы одинаковых пользователей в разные группы поставить. почему не аппетит? Почему это технически сложная работа в результате, почему не пять миллифликаций сразу тестировать на полноту процента этого? Это полноту процента на полноту и пять миллифликаций Да, это хороший вопрос. На самом деле тут собственно вся идея в том, что мы хотим две вещи сравнить. Мы хотим убрать все эффекты остальные. Нет, на самом деле, конечно, мы можем вот control 1, а параллельно мы можем тестировать 4. Я думаю, что так и происходит. Да, возможно, что полпроцента сидит на контроле, полпроцента на одной модификации, полпроцента на другой. Да, это очень возможно. Если есть люди из Яндекса, они могут подтвердить или провернуть, если это вообще возможно, но я практически уверен, что да, это можно сделать. Значит, собственно, это вот называлось between subject experiment, потому что между пользователями. Одни пользователи смотрят на одно, а другие пользователи смотрят на другое. А другая штука, собственно, вот мы посмотрели. Плохо, что пользователи разные. Только что обсуждали, что хорошо бы нам уметь правильно разделять пользователей на treatment и control аккуратно, чтобы они были похожи. Это проблема. кроме AB нет ничего в категории. Вот. Ну, в between subject есть только модификации, которые пытаются устранить некоторые недостатки. То есть основная вещь это AB testing. а в но все равно это, в общем-то, оботестирование в конечном счете, да? Сам метод, он не меняется. А вот другой метод, он принципиально отличается. Он называется interleaving и вообще придумали его давно, где-то в 2002, по-моему. Последние несколько лет активно занимались им в нашей группе. Что происходит? Значит, у нас есть запрос от одного пользователя и есть две системы, которые могут на него ответить. мы берем эти две системы, два результата и мы смешиваем эти два результата каким-то образом на основе так называемой mixing policy. Берем два ранжирования, как-то их смешиваем. Поэтому это interleaving, да? Оно как-то смешивается. Дальше мы, собственно, показываем то, что мы смешали пользователю и смотрим, что он делает. То есть меряем онлайн-метрики. Ну и, собственно, применяем некое правило, по которому мы выбираем победителя. Потому что сейчас они все вместе, да? Мы показываем одновременно вроде как две системы и нам надо разумно выбрать победителя, потому что пользователь сделал. Вот это вот от одного до четырех мы должны повторить тоже много раз, конечно, пронаблюдать очень много вещей и в какой-то момент сделать вывод control лучше или treatment лучше. Значит, естественно, вопрос, как определить вот эти две вещи mixing policy и правила, по которым мы выбираем победителя. На примере team draft interleaving это я хочу показать. Откуда название? Ну, на самом деле, идея простая. Когда дружеский матч в футболе, приходят все, выбираются два капитана и как происходит? Сначала кидают монетку, кто начинает выбирать, выбирает один капитан, потом выбирать второй капитан и так далее. Собственно, примерно вот такая идея. Что происходит здесь? Вот у нас есть две версии, вот у нас пришел пользователь, ввел какой-то там запрос search engines that learn from their users это диссертация аспиранта, который недавно защитился, Аннис Худ с прекрасным мужским именем и у нас есть два результата. Что мы делаем? Мы бросаем монетку, монетка выпала в эту сторону, соответственно, мы берем самый первый результат из первого и, конечно же, удаляем его из второго, потому что мы игрока уже взяли, все, его нет. Теперь второй капитан выбирает, он тоже выбирает свой первый результат и он убирается отсюда, все, этого игрока тоже нет. Кидаем монетку второй раз, в этот раз выбирает капитан из команды а выбрал, убрали, капитан из команды б что-то выбрал и так далее. Таким образом мы скомпоновали результат и он, в общем, достаточно случайный. Тут два красных рядом, в общем, есть некие закономерности, но есть некий элемент случайности. Этот результат мы показываем пользователю уже, вот он как-то там отранжировался, ну и пользователь идет и кликает куда-то кликает туда-сюда. Дальше мы смотрим, ага, первый и четвертый вообще говоря пришли из правой системы, а третий вообще говоря пришел из левой. Конечно, они могли быть в обеих системах, но пришли они все-таки вот два оттуда и один оттуда. Ну и вот в этом интерлиминге TDI очень активно используется в Яндексе, по-моему, считается, что ну вот правый выиграл, он набрал два клика, левый набрал один клик. правый выиграл и значит мы повторяем это очень-очень-очень много раз, набираем очень много наблюдений и решаем. Собственно, в TDI mixing policy это какая? Мы берем самый верхний документ, каждый капитан берет просто самый верхний документ из своего ранжирования и этот документ удаляется из другого ранжирования. очень простая политика и как мы выбираем победителя? Мы просто считаем количество кликов на те документы, которые пришли из системы А и на те документы, которые пришли из системы Б. Есть, конечно, ну понятно, что это очень просто, да, есть некие модификации, вероятностный интерлиминг, он старается рассмотреть все, вообще говоря, способы смешать и есть некое распределение. У каждого способа смешивания есть определенная вероятность и дальше мы можем посчитать некое матожидание от того, а что выиграет, да, если мы учтем, что вот все распределения они могут быть такими. Мы туда сегодня не полезем, можно какие-то формальные условия поставить на смешивание, на подсчет, это оптимайз интерлиминг и, собственно, вот что последнее придумали, это как раз к вопросу, а можем ли мы сравнивать больше систем, ну вот, видимо, в АБ тестировании вроде как и можем, вроде почему бы и нет, а в интерлиминге не очевидно. Ну вот, Анна придумал метод, как смешивать много систем. Понятно, что их можно смешать, но что при этом получится. Вот за последние два года был придуман мультилиминг. Та же идея, но мы смешиваем много списков. плюсы, конечно, по сравнению с АБ тестированием именно в том, что у нас пользователи не разделяются и, соответственно, разброс действий пользователей значительно меньше. То есть, sensitivity, нам нужно значительно меньше данных, значительно меньше ждать, прежде чем мы увидим статистически значимые изменения. Соответственно, в смысле времени это получше. Да, вопрос. Если они всегда одинаковые. Это, да, это хороший вопрос. Я не исключаю, что вот в Optimize Interleaving можно указать некие критерии оптимизации, что какое количество документов должно быть в пересечении или какого количества не должно быть в пересечении. Потому что, конечно, вот в этом методе мы для всех запросов все равно всегда будем делать то же самое. И это, конечно, не очень хорошо. И поэтому, да, скажем, если мы используем вероятностную, то все смеш... Да, это хороший вопрос. Я думаю, скорее нам надо просто указывать какие-то формальные критерии, которым ранжирование должны удовлетворять или не удовлетворять для того, чтобы применять метод. Так, но на самом деле есть очень большой минус. Что? Долго-дорого. На самом деле это АБ-тестирование дольше и дороже, соответственно. А интерливинг, его можно там за несколько дней уже собрал что-то очень... Во время запроса? Ну, с одной стороны, да, во время запроса нам надо смешать, но это, наверное, очень быстро. Если думать в направлении онлайн-метрик, у нас были разные клики, время, запросы. Что там можно использовать, а что нельзя использовать? Ну вот, с кликами понятно, да, пользователь куда-то покликал, мы считаем, что каждый клик это хорошо, и сколько он покликал на А, это хорошо для А, сколько он покликал на Б, хорошо для Б. Что мы делаем со временем? Скажем, время до последнего клика. В общем, оно ничего не показывает, потому что, конечно, оно, что значит, что пользователь долго шел до последнего документа? Там же были документы и из А, и из Б. На самом деле, все метрики, которые связаны со всей страницей в целом, они перестают быть применимыми. Только метрики, которые связаны с каждым конкретным документом, их можно применить. А метрики, типа переформулировки запросов, время первого до последнего клика, все, их уже нельзя применить на самом деле. То есть, в принципе, люди используют только клики в данном случае. Динамик. А что она даст? Безусловно, мы можем сравнить то, что было и то, что стало при смешивании. А какой мы вывод сделаем? Какую систему нам надо применить? Нет, просто если, скажем, время для последнего клика стало выше в среднем после смешивания. Может быть, это мы так переранжировали изначальные документы. На самом деле, непонятно, какой эффект вызывает, какая часть смешивания вызывает этот эффект. С кликами все понятно. Но вот это пришлось справа, значит, система B победила. поэтому в общем, там можно попытаться предсказывать как-то. В общем, сейчас ведутся исследования в сторону, что давайте мы попробуем использовать что-то кроме кликов, как бы нам это сделать. Но, в общем, это не очевидно, это минус. И, соответственно, мы не можем сравнить изменение цвета сниппета, например, мы же не можем показать часть сниппетов с голубенькой подсветкой, а часть с зеленой. В этом смысле интерливинг, конечно, очень ограничен. Мы просто сравниваем два ранжирования и просто сравниваем их на основе кликов. Это, в общем, очень, на самом деле, ограничивает применимость. Но, конечно, вот вы бы что применили в поиске? А бы тестировали или интерливинг? Прекрасно. Отлично. Значит, да, онлайн-метрики, эксперимент, это просто, чтобы подвести итог онлайн-экспериментирования. И сейчас мы поговорим про статистическое тестирование. Очень важная тема в поиске. Так вот, давайте теперь поговорим вообще, вот мы смотрели на оффлайн способы оценки качества. Теперь посмотрели на онлайн способы оценки качества. Что хорошо, что плохо, что где лучше. Давайте оффлайн. Мы забыли об этом поговорить в прошлый раз. Что хорошо в оффлайне? Не надо ходить в поле. Не надо ходить в поле. Можно делать в лаборатории. Да, не нужны пользователи, подготовили коллекцию и все, запускаем. Так, что еще? Много метрик, все метрики можно не способы. Много метрик, их считаем просто в лед, потому что, опять же, ну все в лаборатории, что хотим, то и считаем. Быстро, дешево, не надо на пользователей давить, да? А что плохо? В каком смысле? Ну, если мы не очень ориентировались на пользователей, то мы пользователи не учитываем. Да, это, конечно, плохо. Не обстариваю. Переподобинацию не может? А те данные, которые у нас есть, не переподобинацию можно или нет? Под что? Ну, как бы, просто, профессионально. Ну, мы же, как, мы же рассмотрим, насколько хорошо наш алгоритм работает, возможно, будет хорошо работать на тех данных, которые у нас есть, но потом, когда пользователи придут, на тех данных, которые в реальной системе будут, они могут быть. Ну, да, это, конечно, минус, что, ну, во-первых, задачи меняются, а данные, вот мы собрали один раз, мы потратили очень много, на самом деле, денег и времени на то, чтобы данные собрать, а задачи поменялся. Нам надо опять собирать, да? Поэтому вот в треке, который я показывал, там очень много разных дорожек и очень много разных коллекций с данными, потому что, и, конечно же, ну, временной составляющей там практически нет. А в реальных системах она, конечно, всегда есть. Так, ну, что еще? Ну, в общем, да, дорого коллекции создавать, коллекции, привязанных к задачам, и, конечно же, нет пользователей, да? Здесь и пользователи есть. А что еще хорошо здесь, кроме того, что пользователи есть? Что ж, мы уже что-то говорили или не говорили? Здесь немногие различные для того, что мы делаем, которые учитывают. То есть? Нет, но мы можем собрать такие данные, оценить их, и потом в оффлайне эти данные использовать. это сложно, конечно, безусловно. Так, ну, хорошо. В общем, на самом деле, примерно сказали, да, что есть пользователи, и что в целом, в общем, недорого, на самом деле, да? Там был вопрос? это правда, да. Ну, опять же, да, есть вещи, которые, спрашивать экспертов, то же самое, что спросить реальных пользователей, да? Действительно, очень много вещей, тем более, система работает, ну и прекрасно, нам не надо ничего симулировать, нам вот берем работающую систему и тестируем то, что она делает. Это, конечно, большой плюс, но хорошо, а какие минусы? Так, нужно много времени, да, действительно. В общем, да. Надо аккуратно, надо аккуратно тестировать. тем, кто ее заказывает, да, если я на себе свою поисковую машину, значит, он имеет, вот как бы, вы предлагаете ставить эту позицию, что я на себе одну цель, улучшить качество своего поиска. Но ведь я на себе цель получения продаж, прибыль, и как бы другой онлайн, наверное, может быть более, ну, хотя ему в плане если он улучшится систему поиска, наверное, это как-то связано. Да, я согласен. Ну, скажем так, я излагаюсь с такой точки зрения, потому что мы изучаем поиск в целом и у многих поисковиков есть цель просто вот улучшить поиск, да. Конечно, у коммерческих поисковиков есть и другие цели и действительно в онлайне их протестировать легче. Действительно, онлайн это гибкая такая штука, в которой мы можем сказать, а вот если прибыль вырастает, ну, на самом деле, конечно, прибыль сложно потестировать в виде там АБ-тестирования или интерливинга, но в общем ближе к этому можно, да, приблизиться. Что? Шум, безусловно, конечно, шума много, но это вот связано с тем, что нам надо долго ждать. На тестовой коллекции мы запустили и через 5 минут, если огромная коллекция, и если мы запускаем на одной машине, то, не знаю, через 5 минут получили результаты, а здесь, хочешь не хочешь, надо ждать неделю, предположим. Так, ну, что еще плохо? Мы, кстати, система должна быть рабочей. Ну, безусловно, да, конечно, система должна быть, но мы, собственно, исходим из предположения, что система есть, иначе бессмысленно, конечно. Но вот мы вначале говорили про проблемы еще, какие были? Сложно выбирать группы пользователей для бетестирования? Ну, скажем так, если постараться, то можно. Ну, есть исследования, люди пробовали так и сяк, но это не то, чтобы проблема. Это техническая сложность, ее можно решить. Но проблемы, которые, в общем-то, нерешаемы, это что? Например, мы не знаем, как интерпретировать клики на самом деле. Да, они могут быть хороши, а могут быть плохи. Мы не знаем, как интерпретировать время. Более того, как мы, значит, да, первое, сложно интерпретировать. Дальше мы говорили, что это рискованно, действительно, надо аккуратно. Если что-то очень плохое, лучше, конечно, в онлайн не выходить с этим. Правильно? То, что мы не сказали, но вообще говоря, на тестовой коллекции можно протестировать миллион алгоритмов одновременно, сразу, быстро и все. А бетестированием у нас есть 100% пользователей и больше, чем 100% пользователей у нас нет. То есть, мы дальше, чем столько, не пойдем. Есть очень много техник, как обрубать, АБ-тестирование пораньше, чтобы освобождать пользователей. Конечно, каждый пользователь участвует там, не знаю, в нескольких АБ-экспериментах постоянно. Вот мы ищем в углом, и на самом деле мы участвуем в десятке АБ-экспериментов, каждый, но все равно, сколько их там? Ну, тысяча экспериментов, а нам надо проверить 5000 новых идей. То есть, мы ограничены. И, конечно, мы говорили про смещение, что клики смещены, что время смещено, все смещено. И по поводу смещения, я говорил, что вот, собственно, мы занимаемся смещением в кликах, мы написали книжку год назад про так называемые кликовые модели для веб-поиска. Это вся книжка про модели, которые пытаются убрать смещение из кликов. Смещение убрать в одну сторону, а из кликов извлечь чистую информацию, чистую релевантность, так сказать. И продолжая эту работу, я говорил о том, что мы занимаемся теперь временем, пытаемся убрать смещение из времени тоже. Можно вот сюда кликнуть и пойти там почитать книжку, слайды посмотреть. Значит, материалы, вот этого обычно в книжках нет, потому что все это довольно недавно стало изучаться, использоваться, ну, недавно, лет 5-6, книжки все эти, которые я вам показывал, на самое позднее написано в 2009, поэтому там упоминается обе-тестирование очень поверхностно и упоминаются, конечно, клики, клики были всегда, но, тем не менее, вот только что вышла книжка Кати Хоффман, которая выпускница нашей группы, Филипп Родлинский, собственно, придумал интерливинг, вот они написали книжку про онлайн эволюэйшн, к сожалению, там не очень много деталей про сами методы, но там очень много ссылок, можно посмотреть на ссылки. Прекрасно. Ну, в общем, вопрос, вот если у вас есть поисковик, вы знаете, что есть онлайн оценка качества и оффлайн, что вы готовы использовать? Ну, нужно вам качество оценить. Ну, в общем, да, ответ тот же самый, мы просто используем все и на самом деле все, конечно, поисковики, действительно, если у них есть возможность использовать онлайн, они, конечно, используют онлайн и тратят очень много денег на асессоров, каждая компания имеет штат из сотен асессоров, которые сидят и отмечают релевантность документов. И каждый день они просматривают логи, извлекают новые запросы, для новых запросов опять проводят оценку, каждый день эта работа производится. И онлайн, и оффлайн. Не надо забывать, конечно, о том, что, вообще говоря, есть и другие аспекты поисковых систем, которые хорошо бы измерять. Сейчас мы два с чем-то часа говорили про измерение качества именно ранжирования, потому что, ну, собственно, это то, что вот нас, как пользователи, очень сильно беспокоит. Можем мы найти информацию или не можем? Ну, конечно, как долго, например, query latency, как долго мы ждем результата, все исследования показывают, что, конечно, это очень сильно влияет на удовлетворенность. Если latency вырастает там больше пяти сотен миллисекунд, то это уже очень плохо, скажем. Конечно, для поисковиков очень важно, сколько места занимает индекс, о котором мы завтра поговорим, сколько времени индекс строится, сколько времени он обновляется. Конечно, время и занимаемый размер, занимаемое место, это очень важно для поисковиков внутри. Вот, завтра мы чуть-чуть будем говорить, мы будем говорить о том, как собрать данные, как их сохранить, и там кое-где будем вставлять ссылки на оптимизацию, что вот это очень долго, а как это оптимизировать, давайте так. Об этом, конечно, надо помнить всегда. Ну вот, и прекрасно, у нас осталось как раз время для того, чтобы очень важную тему разобрать. Очень важная тема называется тестирование гипотез. Мы называем, скажем так, вот мы меряем, да, пример. У нас есть 10 запросов, и есть две системы, и есть какие-то числа, скажем, это может быть оффлайн-метрика, это может быть результат АБ-тестирования, что угодно. Это некие числа, которые являются результатами какой-то оценки качества поиска. И вот у нас есть разница. Теперь, какая система лучше? Ну, примерно. Вроде Б, да? Так, так на взгляд, если посреднее посчитать, на самом деле, Б лучше, да? А вот, как мы можем быть уверены, что Б действительно лучше? Что это не случайно вот так получилось? Ну, как-то там, такие запросы, или, так, карта легла, грубо говоря, а вот действительно… На генерит случайных чисел у меня звали бы, и посмотреть, а как часто будет такая разница называть Б? Совершенно верно. то есть, да, это и есть идея. Но, то есть, нам надо сделать что-то дополнительное. Вот так мы не можем просто посчитать среднее и сказать, Б лучше. Не, мы можем. Но менеджеры этого не поймут. Лучше это значит, что не случайно лучше, что если мы нагенерируем случайных чисел и получим такую разницу, то мы не получим такую разницу. Эта разница далека от случайной разницы. Вот это значит лучше. Случайные что? Случайные там плосковые запросы или что? Нет, случайные… Да, если вот эти числа они будут случайными, ну, в каком-то размере, мы знаем, что они там от 1 до 100. Вот мы их нагенерим для каждого запроса для системы А и для системы Б и получим какую-то разницу. Да, она всегда будет какой-то. Иногда она будет нулевой, иногда какой-то. И вот эта разница будет чисто случайной. Вот мы так нагенерировали. А, ну, то есть, мы хотим оценить фактическую значимость этой разницы. Совершенно верно. То есть, вот, вот именно так. Нам надо, что-то сделать, что называется оценкой статистической значимости разницы. В статистике это называется тестирование гипотез, да, а когда мы пишем статьи или, я не знаю, когда мы говорим с менеджерами, что мы им говорим, но, когда мы пишем статьи, мы обязательно должны оценивать статистическую значимость полученных разниц в результате. так, ну, раз вы это знаете, то вы будете мне рассказывать про то, как это работает. Ну, значит, сначала понятно, в статистическом тестировании у нас есть две гипотезы. Гипотеза, нулевая гипотеза, H0, H0 и альтернативная гипотеза. обычно нам хочется отклонить нулевую гипотезу, то есть нам ее надо так придумать, чтобы, когда мы ее отклоняем, это здорово. Как мы это делаем? Сначала нам нужна некая выборка наших данных, например, это результаты наших экспериментов, есть некая выборка, и если наши результаты, наша выборка, она маловероятна, если нулевая гипотеза верна, то мы говорим, что мы не принимаем, мы отвергаем нулевую гипотезу. Если же наша выборка, она немаловероятна при условии нулевой гипотезы, сейчас будет пример, то мы не отвергаем нулевую гипотезу, и очень важно понимать, что мы ее не принимаем, мы ее просто не отвергаем, мы не можем сказать, что у нас есть данные для того, чтобы ее принять, мы просто говорим, что она либо не верна, либо мы не знаем, может быть и верна. Какой пример? Ну, например, у нас… Здравствуйте. Вы хотите пояснить, а почему, когда выбор х маловероятности гипотезы H0, почему мы ее утвердаем в пользу гипотезы H1? Почему именно в пользу H1? Ну, мы так конструируем гипотезы. То есть она альтернативная буквально? Да, буквально, да. Мы так конструируем. Собственно, вот пример. Например, мы можем сказать, вот у меня есть монетка, я считаю, что она фальшивая, и вот моя нулевая гипотеза – то, что у нее смещение 0,8. Альтернативное – то, что не 0,8. Конечно, можно сказать, альтернативное – оно больше 0,8 или меньше. Да, так делают. Альтернативная гипотеза может быть трех видов – либо не равно, либо больше, либо меньше. Ну, просто проще показать на вот это, я покажу пример на этой. В данном случае я хочу проверить, отвергнуть мне нулевую гипотезу или нет. Например, я вижу 10, я бросаю 10 раз, 4 раза у меня heads – это что, орел? Или решка? Орел. Ну вот, значит, 4 раза у меня орел. И, ну, вероятность этого события считается вот такой формулой, где P – это 0,8, потому что я считаю, что что будет, если нулевая гипотеза верна? Я подставляю сюда 0,8 и подставляю сюда свои данные. Получается, что вероятность увидеть вот такие события – 10 бросков и 4 орла – она 0,005. Это очень мало, вообще говоря, и возможно, что это пока еще неформально, но возможно, что здесь мы отвергнем нулевую гипотезу. Скорее всего, то, что мы увидели, оно сгенерировано не вот такой монеткой. С другой стороны, если мы кинули 10 раз и орел выпал 7 раз, вероятность такого события – 0,2, в общем, довольно высокая вероятность. Мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу, то есть может быть вероятность орла – 0,8, может быть, нет, но мы ничего не можем сказать. Это идея, такая идея статистического тестирования, тестирования гипотез. И выглядит это, если просто записать словами, у нас есть модель, например, монетка, у нее вероятность орла – 0,8. Это наша модель. Мы установили две гипотезы – 0,8, не 0,8. Очень важно, мы выбираем тестовую статистику. Сейчас на следующем слайде я покажу, что это такое. Ну, тестовая статистика, собственно, из статистики – это некая модификация данных. Это может быть средняя, может быть, я не знаю, средняя, квадратичная. Статистика – это некая функция от данных. Дальше мы выбираем критический регион. Тоже мы сейчас посмотрим на примере. И если тестовая статистика попадает в критический регион, мы отвергаем нулевую гипотезу и принимаем альтернативную. Если не попадает в критический регион, мы этого не делаем. Значит, наш пример. Вот у нас есть две гипотезы. Это средняя. Скажем, мы покидали монетку сколько-то раз, мы пронаблюдали орлы и решки, и мы посчитали средняя орлов. Ну, там, предположим, 4 десятых. Средняя. Средняя, вообще говоря, если мы кидали монетку очень долго, оно распределено по нормальному закону. То есть оно распределено по нормальному распределению со средним. Если мы верим в нулевую гипотезу, то средняя должна быть 0,8. Но отклонение мы можем посчитать из данных, например, sample standard deviation. То есть x средняя при условии нулевой гипотезы – это нормальное вот такое распределение. Ну, конечно, нам проще работать с нормальным распределением 0,1, поэтому тестовая статистика – это не просто средняя. Я мог бы взять тестовую статистику, которая была бы средним. Я беру такую модифицированную тестовую статистику. Как вы видите, это просто некая функция данных. У меня есть 100 бросков, и я как-то из этих 100 бросков получаю тестовую статистику. Она распределена по нормальному закону. Вот. И здесь, собственно, вот у нас нормальное распределение. Теперь, собственно, самая суть тестирования гипотез. Если вот это распределение, оно при условии нулевой гипотезы. И это вероятность. Если тестовая статистика, скажем, вот такая, вот вероятность этого вот здесь. Тестовая статистика такая, вероятность вот здесь. Если тестовая статистика попала сюда, вероятность очень низкая. Вот мы хотим отвергнуть нулевую гипотезу, когда вероятность того, что мы увидели, она очень низкая. А низкая вероятность у нас вот здесь и вот там. То есть критический регион — это где-то справа, далеко справа, и где-то далеко слева. Потому что если тестовая статистика попала сюда, вероятность этого очень низкая. Потому что мы не хотим по ошибке отвергнуть нулевую гипотезу. Мы хотим отвергнуть нулевую гипотезу с максимально возможной вероятностью. Как это записывается? Собственно, записывается таким образом. Вероятность того, что статистика попала в критический регион при условии нулевой гипотезы, сюда и туда, потому что это вероятность при условии нулевой гипотезы. Если эта вероятность очень маленькая, то есть нам хочется, чтобы эта вероятность была очень маленькая, чтобы мы не ошиблись. И обычно это либо 1%, либо 5%, либо даже еще меньше. Мы отвергаем нулевую гипотезу. То есть, по крайней мере, мы делаем, если мы отвергаем ее по ошибке, то ошибка не превышает, скажем, 5% здесь или 1% здесь. Еще раз. Вот эта заштрихованная область, сумма вот этих заштрихованных областей должна быть меньше, чем 0,01 или 0,05. Как это работает? Например, если мы хотим выбрать вот такой уровень ошибки, то мы просто знаем, мы знаем про нормальное распределение, да, мы знаем его квантили, кажется, да, это называется. И вот квантиль для вот этого, пополам, потому что справа и слева, он 1,96 справа и минус 1,96 слева. Так вот, если мы посчитали в примере, если мы посчитали от бросков некую тестовую статистику, которая, собственно, вот там мы ее посчитали, если она попала сюда или туда, справа от z альфа пополам или слева от минус z альфа пополам, то мы не принимаем, мы отвергаем нулевую гипотезу в пользу альтернативной. И это мы ошибаемся с очень маленькой вероятностью. Альтернативно, ну, мы можем развернуть t, t, помните, это x минус 0,8, поделить на что-то. Вот мы просто развернули, получили что-то для среднего. То есть мы покидали монетку, посчитали среднее количество орлов и проверили так, минус 1,96 на отклонение поделить на количество бросков плюс 0,8, как оно соотносится со средним количеством орлов. Другой способ принятия или отклонить гипотезу такой, эта штука называется p-value, и p-value означает следующее. Вот, предположим, тестовая статистика вот здесь. Мы покидали монетку, посчитали количество орлов, посчитали t, и оказалось, что t вот здесь. Какова вероятность, что мы можем увидеть что-то еще правее? Если эта вероятность маленькая, то мы отвергаем нулевую гипотезу. Если статистика, скажем, здесь, то вероятность быть правее, в общем, она довольно высокая. И мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу. Такая идея. И, собственно, и статистика t, и p-value, они обычно сочетаются, ну, их можно посчитать руками, взять таблички для нормального распределения, посмотреть, где там эти 1,96, но проще использовать просто какой-нибудь пакетик, который вам скажет, какой там будет p-value. Но вообще статистики, у них, конечно, есть таблица для нормального распределения, для распределения студента, и там в таблице вы говорите, я хочу, чтобы у меня альфа уровень был 0,05, значит, мне нужно альфа пополам, и что там для нормального? Это 1,96, для студента это что-то другое. Подставляете формулу, считаете ручками и говорите, принимаю ли это не так, отвергаю или не отвергаю. Последняя вещь из базовых – это ошибки. Ну, не ошибки, а такая табличка. Значит, нулевая гипотеза, она может быть либо верной, либо неверной, конечно. Мы ее можем отклонить. Если мы отклоняем, если она действительно неверная, то это называется power. Конечно, мы хотим максимизировать, да, power. Например, чтобы он был всегда как минимум 0,95 или 0,99. А если мы ее отклоняем, но она была верна, это вот тот самый альфа, который мы хотим, это, по-моему, называется size. Мы хотим, чтобы он был маленьким. Ну и, в общем, они просто называются type 1, error, type 1, type 2, ошибка 1, ошибка 2. Обычно используем вот альфа, хотим минимизировать ошибку первого типа. Теперь, как это, собственно, работает в информационном поиске. Что нам нужно? Нам нужна тестовая статистика, нам нужен критический регион, распределение. В информационном поиске у нас есть две системы, и они дают нам некие числа. Опять же, это может быть DCG, это может быть результат интерливинга, это может быть просто количество кликов. Я их обозначаю MA и MB, если у нас есть две системы. MA — это список чисел для первой системы, скажем, список DCG. MB — это список DCG для второй системы. Мы предполагаем, что эти числа распределены нормально. Вообще говоря, это надо, конечно, тестировать тоже. Есть тесты, которые проверяют, действительно ли данные распределены нормально. Никто этого не делает, но на самом деле этому есть причины, потому что большая часть естественных данных, в общем, они распределены нормально. Другое дело, что есть предположение, что их стандартные отклонения равны. Это более сильное такое предположение, но тем не менее мы его обычно делаем. Так вот, если у нас есть два списка данных, они распределены нормально, их стандартные отклонения одинаковые. Что мы хотим протестировать? Какая у нас будет нулевая гипотеза? Ну вот правильно, да, два предложения. Нулевая гипотеза — это что средние этих распределений равны. То есть реальная система производит одинаковые результаты. И то, что мы видим, различия — это на самом деле случайные различия. Реально они одинаковые. Хотим протестировать. А альтернативные, что они не одинаковые. И, соответственно, если мы видим, что одна система лучше, ну, значит, она точно лучше. Статистически значимо лучше. Вот это мы хотим протестировать. Теперь какая у нас тестовая статистика? Тестовая статистика — это разница средних. Мы посчитали среднее DCG для А, среднее DCG для Б. Посчитали стандартные отклонения на основе данных, потому что мы его не знаем. И вообще говоря, факт заключается в том, известный, что если мы делаем выборку из нормального распределения, то эта выборка распределена по распределению студента, которая выглядит очень похоже на нормальное. И чем больше мы делаем, чем больше размер выборки, тем ближе распределение студента к нормальному. То есть вот здесь ν — это то, что n. И ν — бесконечность — это уже нормальное распределение. Соответственно, и разница двух средних, двух выборок из нормального — это тоже распределение студента. Соответственно, если в примере с монеткой мы использовали нормальное распределение, то здесь нам приходится использовать немножко другое распределение — распределение студента. И эта тестовая статистика, она вот так распределена. А дальше все. Мы все, как сказать, подобрали все, что нам нужно. Мы используем стандартную процедуру тестирования. Мы выбираем то, что мы называем confidence level. То есть мы выбираем альфа. Вот эти вот кусочки справа и слева мы выбираем. Проверяем, что тестовая статистика попадает сильно дальше вправо или сильно дальше влево. Или считаем p-value. Обычный процесс. И применяем этот тест. Например, вот пример из начала лекции. Разница на самом деле какая? Вот, наверное, я ошибся. Должно быть наоборот. Извините. b-a — это будет 21.4. Я поправлю перед тем, как выложить. Средняя из выборки — это 29.1. И тогда тестовая статистика — это вот что-то такое. Некое число. Теперь я хочу посчитать вероятность того, что то, что я вообще могу увидеть… Вообще, какая вероятность увидеть что-то более экстремальное. Более экстремальное вправо, более экстремальное влево, если это минус 2.33. То есть, если у меня есть вот это мое распределение студента, моя тестовая статистика попала, какая она там, 2.33. Предположим, вот 2.33 — это здесь. Какова вероятность увидеть что-то вот здесь? И если это paired test, то есть мы смотрим направо и налево, то какая вероятность еще вот здесь? Минус 2.33. Эта вероятность оказывается 2 сотых. Что мы теперь делаем? Принимаем или отклоняем? Не так. Отклоняем или не отклоняем? Смотря какое вы считаете, по value за конечную. Правильно. Смотря какая у нас там альфа, да? То есть, если альфа у нас 0.05, то p value сильно меньше, чем альфа, значит, мы отклоняем нулевую гипотезу и говорим, что на самом деле системы различны. И b лучше, чем а, статистически значимо лучше. А если, например, альфа 0.01, 1 сотая, то мы не можем сделать такого вывода. Мы ничего не знаем. Мы говорим, не можем сказать, что b статистически значимо лучше. Оно, так, в среднем вроде лучше, но переходить на b в production мы не будем. Нужно больше экспериментов, да, нужно больше данных. Другой тест, на чем мы, собственно, и закончим, работает следующим образом. Мы тоже подсчитываем какие-то метрики, DCG, ERR, ABD-тестирование. И дальше подсчитываем такие две вещи. Модуль разницы. И знак разницы. Ну, то есть, а выиграл или b выиграл, да, плюс или минус. И модуль разницы. Дальше что мы делаем? Мы убираем нулевые разницы, потому что они вроде как ничего не показывают. И мы ранжируем модуль разницы по значению. То есть от самой маленькой разницы до самой большой. Скажем, самая маленькая была разница 1, самая большая разница, не знаю, 50. Вот мы отранжировали эти разницы и присваиваем им некие ранги. Разница размером 1 получает ранг 1, разница размером 5 получает ранг 2 и так далее. И что происходит дальше? Мы считаем вот такую статистику. Мы берем эти ранги и умножаем на знак разниц. Честно, не знаю, кто догадался до такого алгоритма, но, в общем, оно работает там, где очень важны ранги. И действительно, мы смотрим… В общем, да, если у нас очень сильно привязано к ранжированию, в принципе, как в поиске. Но в поиске, кроме ранжирования, конечно, важны еще значения, да, метрик. Здесь, как вы видите, значения метрик на самом деле вообще не участвуют. Значения метрик участвуют только вот здесь, и они потом переводятся в ранги. Сейчас будет пример. Так вот, оказывается, что эта статистика, она тоже распределена нормально. Не тоже, ну, как монетка. Она распределена нормально, та была распределение студента, а вот эта штука распределена нормально. И дальше, опять же, мы просто применяем обычный алгоритм для тестирования нашей гипотезы. Что происходит в этом примере? Значит, во-первых, мы берем вот эти разницы, вот они здесь написаны, в этой колонке. Мы берем от них модуль, и мы их выписываем от меньшей к большей. 2, 9, 10 и так далее, да? Дальше мы присваиваем им ранги. Ну, вот самая низкая разница получать ранг 1, 2, 3, там, где они одинаковые, ранги разбиваются. И нулевые, вы видите, мы выкинули, вот это мы не учитываем. А знаки берутся вот отсюда. Собственно, 2 была с минусом, минус приходит сюда, все остальные были с плюсами, кроме, вообще говоря, а да, вот этого, 24 был с минусом. Соответственно, это такие ранги со знаками, с плюсами и с минусами. И дальше мы считаем статистику. Статистика 35, и вероятность увидеть что-то более экстремальное, чем 35, при учете нулевой гипотезы, 0, 0, 25. Сразу обращу внимание, что это значение, вообще говоря, уже побольше, чем из Т-теста. В Т-тесте было 0, 0, 2, то есть Т-тест более чувствительный, на самом деле. А почему Т-тест более чувствительный? Ну, тут же тоже мы… А, нет. Так это же наоборот, мы сужаем, то есть это слишком много предположений. Наоборот, я бы… Как? Ну да, то есть на самом деле это правильный ответ. Нет, мы там, в Т-тесте использовали числа напрямую, сами числа. А здесь мы зачем-то их перевели… Не зачем-то, мы их в соответствии с тестом перевели в ранги. То есть мы стали использовать меньше информации. И поэтому тест стал менее чувствительным. Но тем не менее, по-прежнему, если наш уровень, на котором мы готовы отвергать, 0,05, то мы по-прежнему отвергаем нулевую гипотезу и говорим, что системы разные. Если же он 0,01, то мы ничего не можем сказать по-прежнему. То есть в этом случае, да, Т-тест и Вилкоксон-тест, они работают очень похоже. Но на самом деле на практике лучше всего есть работа, которую я сейчас покажу. Она показывает, что вообще говоря, лучше, конечно, всего randomization-тест, но Т-тест – это очень хорошее приближение, он значительно более дешевый. И вообще говоря, все в информационном поиске стараются использовать Т-тест, а ПР – это потому что у нас есть две системы, и они производят результаты, которые можно рассматривать в парах. Есть один запрос, для него есть DCG из системы А, и есть DCG из системы Б. И эти DCG – это некая пара, да? Они не случайно, есть 10 DCG из одной системы и 10 DCG из другой. А они связаны с запросами. Соответственно, все эти чиселки, их можно рассматривать в парах, и это даже лучше, то есть это повышает чувствительность теста. Соответственно, вот это то, что надо использовать. И, собственно, очень хорошая работа, которая это все сравнивает, это вот эта работа, очень рекомендую на нее посмотреть. Так, ну вот смотрите, картинка по-прежнему еще очень большая. Мы сегодня посмотрели на тот блок, от которого, в общем, все зависит, от которого зависит, как мы будем строить все остальные блоки. А завтра мы полностью посмотрим на верхний блок, который отвечает за оффлайн подготовку данных. Где мы их возьмем, как мы их возьмем, как нам их сохранить, как нам их обработать. Это будет завтра в 11.15. Надеюсь, что нас будет много.